В эфире 30 человек с нами Еще раз добрый день, друзья мои Что-то произошло Прервался эфир самостоятельно В связи с этим есть риск Что он не будет сохранен Обычно мы все эфиры сохраняем Чтобы была возможность посмотреть повторно Если те, кто задавали вопросы И я не успел на них ответить Повторите, пожалуйста Я, конечно же, отвечу на все вопросы Еще раз на мой вопрос Увеличение вместе с липофилингом ног Можно сделать? Можно Спасибо за ответы Очень полезная информация Спасибо Пока вопросов нет Отлично Мы тогда Продолжаем Операцию Я показывал до того, как нас Отключили с эфира О том, что Мы зафиксировали уже Верхний лоскут К нижнему краю рубца Сейчас мы удаляем Кожно-подкожный лоскут Скоро будем выводить Пуп на новом месте Выполнять так называемую Транспозицию пупа И уже накладывать Швы Для того, чтобы Правильно собирать Кожную рану В Европе запретили Установку текстурированных И полиуретановых имплантов Что Вы думаете Оно? Пишите Нелегко пинцов Я думаю, что Не совсем Верные сведения у Вас Потому что До сих пор продолжают Использовать Как текстурированные Так и полиуретановые В Европе И надо не забывать Что мы с Вами Тоже находимся В Европе И используем их Когда будет виден Окончательный результат? Окончательный результат Как после любой Пластической операции Идеальная картинка Формируется Примерно через год Но через 3-4 месяца Уже Виден тот промежуточный результат По которому Можно оценить Эффективность вмешательства Сравнить фото До и после Добрый день Кого можете рекомендовать В Красноярске Для блефоропластики? Спасибо Ну только если Меня и Регину Александровну Когда будем приезжать Все остальное Не готов взять на себя Риск Ответственности Поэтому выбирать Вам лучше Самостоятельно Доктора Если кожа склонна К килоидным рубцам О пластике Можно забыть? Не факт Нужно все-таки Посмотреть О какой пластике Речь идет Где И как Формируется Килоид И как Профилактировать Если есть Необходимость Хирургического Вмешательства Какая Ваша Любимая Операция Какую Для себя Считаете Технически Наиболее Сложной Знаете Наверное Все Операции Они Любимые А Технически Сложные На самом Деле Все Простых Нет Операций Задаю Уже Не первый Вопрос Сегодня Спасибо За ответ Доктор Скажите Повышенный Холестерин Имеет значение При пластике Тела Нет Не имеет Значения Он Никак Не отразится Конечно же Если нет Каких-то Сосудистых Нарушений Если На протяжении 30 лет Повышенный Холестерин И в принципе Липидный Профиль Изменен Одного Холестерина Недостаточно Для того Чтобы оценить Эффект Его На Кровоснабжении Тканей То есть Если Сужение Сосудов Сужение Коронарных Сосудов Головного Мозга Периферических То тогда В принципе На любой Операции Это может Отразиться Какой промежуток Должен пройти Между двумя Липосакциями Оба Под общим Наркозом Предстоит Делать Желательно Пара Месяцев Каким методом Вы в основном Делаете Липосакцию Голени Вибро И еще Второй Вид Не успела Записать Обычный Тюминесцентный Правда Что перед Мамопластикой Нужно Максимально Сбросить Вес Чтобы После Операции При похудении Груди Не пронисло Ну Это правда В том Случае Если Вы Планируете Снизить Вес Более Чем На 10-15 Килограм Если До 10 Килограм То Это Не имеет Никакого Значения Сколько По времени Идет Операция Установка Имплантов Волени Около 30 Минут Может Быть 40 Пока Вопросы Закончились Здоровую С вами Здравствуйте Здравствуйте Как Кстати Меня Слышно И Видно Все Ли Нормально Не Пропадает Ли Связь А то Периодически Я Слышу Что Пропадает Связь Когда Я Особенно Кручусь Я Все Время Кручусь Тройку Ребина Смотрим Все Отлично Спасибо Отпустите Ниже Камеру Не видно Саму Операцию Зачем Она Вам Операция Нужно Ли Худеть Перед Абдоминопластикой Вообще Если Есть Избыточная Масса Тела Как Рекомендуют Многие Ведущие Специалисты Лучше Похудеть Тем Более Перед Абдоминопластикой И вообще Перед Любой Другой Операцией Потому что Если Избыточная Масса Тела Или ожирение Достаточно Большой Объем Подкожно-жировой Клетчатки Это Мешает Заживлению Это Приводит К большему Риску Формирования Каких-то Сиром И так далее Это Риск Очень Маленький На самом деле Но опять же Все зависит От индекса Массы Тела Но Имеет место Быть Поэтому Если В вашей воле Скажем Вы можете Похудеть Снизить вес До нормальных Показателей Комфортных Для вас То это Лучше Сделать Отлично Слышно На пару секунд Пропадает Связь Связь Пропадает Бывает Звук Западает Вот как Это все-таки Наверное Связано С моими Телодвижениями Все Отлично Привет Из Ачинска Спасибо Здравствуйте Ачинск Это очень Интересно Вы лучший Доктор Спасибо Подтяжка Груди Большого Размера Четверка Сверху Кожа Снизу Вся Масса Требуется ли Установка Имплантов И прикрепляется ли эта масса Для избежания Прорисания Насчет Того Нужно Нужно Использовать Импланты Или нет Все-таки Это надо Очно Обсуждать Для чего Для того Чтобы я Вам продемонстрировал Непосредственно На молочных железах Как это будет выглядеть С использованием Имплантов И без И выбор За вами Поэтому Непринципиально Какой из методов Специальной фиксации Молочной железы Такой техники Нет Вернее Есть В статьях Наших Коллег Разные Предложения Использования В том числе Большой грудной мышцы Для того Чтобы Часть железистой Ткани Фиксировать К ней И так далее Технологии Много Но К сожалению Ни одна из них Не показала С течением Времени Свою эффективность Потому что Гравитация И свойства Соединительной ткани То есть Эти два фактора Играют Наиболее важную роль В результативности Выполнения В результативности Получение эффекта При подтяжке Молочных желез Того или иного Объема Доктор Очень хочу Мамопластику У мамы Был рак груди Может ли Операция Спровоцировать Онкологию Нет Конечно же Нет Операция Спровоцировать Не может Но В любом Случае Независимо От того Будет или нет У вас Операция Ухо Надо держать Востро Троечку Дайте Стать хирургом Вы хотели Еще школьником Или Как это Случилось Абсолютно Случайность Шел поступать В артиллерийское Училище Походил Мимо университета Шучу Да Конечно же Школьником Здравствуйте Как восстанавливает Ореол Сосок После Мастэктонии Есть разные Способы Чаще Мы используем Создание Из кожи Собственной Кожи Груди Некой Складки Которая Имитирует Сосок И в дальнейшем Спустя 2-3 месяца Наносится Либо делается Моделирование Если большая Ореола С противоположной Стороны Часть ее Можно использовать Либо другие Участки кожи На теле Есть В частности Можно для этого Использовать Малые половые губы Они очень хорошо Имитируют По структуре По цвету И По качеству Ореолу То есть Выбор Мы предоставляем Пациенту Способов Несколько Как я уже Повторил При минимальной Жировой Прослойке Груди Какие Импланты Устанавливаются Мягкие Или лучше Тугие Плотность Плотность Имплантов Которые Мы используем Она Одинаковая На самом деле Но Это Максимально Мягкие Импланты И Есть Конечно Производители С более Плотной Оболочкой Которые Могут Больше Визуализироваться Особенно Рябь Которая Формируется В виде Волн При Дефиците Собственных Тканей Выражена При Использовании Этих Имплантов С плотной Оболочкой И поэтому Мы используем Чаще Мотив У него Мягкая Оболочка Достаточно И Соответственно Минимальный Риск Того Что Имплант Будет Визуализироваться Под тонкими Покровными Тканями Вы Всю Свою Команду С собой Забрали Абсолютно А я Уже Представила Как Приезжаю К вам Санкт-Петербург Я Так От Этого Счастлива Мы Тоже Регина Александровна Тоже Перебралась Санкт-Петербург А Сейчас Мы У нее Спросим Регина Александровна Вы Перебрались Санкт-Петербург Перебралась Говорит Что Да Сердечки Полетели Регина Александровна При Подтяжке Большой Груди Сколько Примерно Сохраняется Стоячий Эффект Влияет Ли Мягкая И Очень Нежная Кожа На Это Влияет Множество Факторов И Кожа И Соединительная Ткань И так Далее И так Далее Соответственно От Этого Еще И Зависит Вот Длительность Так Называемого Эффекта Потому Что Понятно Что Гравитация Продолжает Свою Деятельность Продолжает Давить Сразу С первого Дня С первого Часа Как Мы Подтянули Кожу И В зависимости От Тяжести Самой Молочной Железы От От Выполненной Операции От Объема Который Мы Оставили От Структуры Соединительной Ткани От Это Зависит Срок Когда Вновь Провиснет Железа Это Может Быть И Год И Десять Лет И Двадцать Я Принимаю Участие В розыгрыше И Всем Девочкам Про Это Рассказала Молодцы Поздравляю Вас При Прохождении Медосмотра На Работе Можно Не Указывать Реконструкцию Молочной Железы Ну Конечно Можно Спасибо Большое За Ответы Спасибо Пока Вопросов Больше Нет Отлично Сформируем Тихонечко Пуп Салфетка Чистенька Дайте Бывает Что Рубцы После Подтяжки Не Уседают Полностью Ну Конечно Бывает Пятерку Конечно Бывает Все Зависит От Типа Рубцевания От Кожи И От Техники Наложения Этих Швов Почему Не Рассасывается Нитка На Рубце Прошло 5 Месяцев Чувствуется Что Она Там Катается Значит Это Не Рассасывающая Нить Используется Либо Если Нить Использовали Все Таки Рассасывающие С То Это Скорее Всего Узел Из Толстой Нити При Сильном Натяжении Если Катается Я так Понимаю Что Вы Говорите О Ну Неком Шарикообразном Что Ли Формирование Комочка То Есть Иногда Толстые Нити Если Вместе Жировой Ткани Могут Травмировать Жировую Ткань Формироваться В Такую Некую Капсулу Которая Уже Не Рассасывается То Рубцовая Ткань В центре Нити Теплю Жировая Ткань За счет Плохого Кровоснабжения Это Не Рассасывается Если Это Мешает Можно Убирать Пятерка Я могу Сейчас Продемонстрировать Все Просят Показать Что Мы Здесь Делаем Немножко Совсем Крови Значит Здесь Шов Уже Формирует Регина Александровна Как Раз Вот Таким Образом Здесь Будет Закрываться Есть Определенные Волны То Мы Когда Талию Собираем Это Все Будет Выравниваться В дальнейшем И Здесь Вот Я Формирую Уже Пуп Мы Вытащили Сделали Отверстие Сейчас Мы Будем Вокруг Формировать Кожный Рубец Это Хорошо Чем Меньше Видно Тем Лучше Какой-то Вопрос Еще Был Пожалуйста Есть Вопрос Сколько Сохраняются Болевые Ощущения После Авдоминопластики Ну Интенсивные 2-3 Дня Боль Которую Все-таки Доставляет Дискомфорт Пациентам Но Не мешает Спать Как Вы Относитесь К Вейзер Липосакции Делаете Липосакции Делаете Делаете Липосакции Двумя Методами Вибро И Вейзер Не знаю Какую Выбрать Прекрасно Отношусь Я Не делаю Повторно То Что Я Всегда Говорю Использование Аппаратов Для Липосакции Никак Не Влияет Поэтому Не важно Каким аппаратом И чем Делает Доктор Важно Как он Это Делает Почему В розыгрыше Вы не Предложили Ринопластику Как жаль Потому что Регина Александровна Не хочет Выполнять Ринопластику Бесплатно У нее Большая Очередь Запись Она не может Пока себе Позволить В этот Промежуток Бесплатную Операцию Вписать А вы Знаете Что Ринопластики Выполняет Она Я Не Выполняю При рентгене Легких Если Не Предупредить Врача Об Импланта Будет Легить Имплант Мешать Просмотру Или Нужно Сказать Чтобы Не Шокировать Врача Мешать Просмотру Не Будет Можете Ничего Не Говорить Врачу Заодно И проверить Компетенцию Этого Врача Любой Нормальный Рентгенолог Без проблем Увидит И Опишет Но Проблем С описанием Собственных Тканей Не Будет А клиентка Не против Того Что Вы Показали Этого Эфира Это У нас Не клиентка А пациентка Пациентка Сама Настаивала На то Чтобы Опирация Была В прямом Эфире Она У себя В аккаунте Тоже Выложила О том Что Операция Будет В прямом Эфире Пожалуйста Приходите Смотреть Вернется Чувствительность Кожи Если Сейчас Стоит Экспандер Чувствительность Кожи Это зависит От того Участка Где Выполнена Операция Если Это Мастектомический Синдром Там Достаточно Обширные Рубцы И Чувствительность Определенных Участков Кожи Практически Не Возвращается Потому Что Длительность Регенерации Протяженность Которую Необходимо Чтобы регенерировали Нервные Волокна Очень Большая И Конечно Нервное Окончание Не Регенерирует С учетом Того Что Препятствует Наличие Рубцов По ходу Зоны Где Необходимо Регенерировать Волокна Здравствуйте Георгий Эдуардович Привет Из Калининграда От Ирины Ладиной И моего Супруга Сейчас На пляже И я Звезда Спасибо Вам Я принимаю Участие В розыгрыше Если выиграю Могу я сделать Еще одну Или две Операции Одновременно Конечно же Уже За мой счет Ну конечно же Можете Конечно Есть вероятность Проткнуть Внутренние Органы При репассации Конечно Есть При любом Хирургическом Вмешательстве Есть вероятность Тех или иных Осложнений Причем Связанных С техникой Хирурга Хирургического Вмешательства Для этого И нужно Нужно Бы Желательно Попасть К Высокопрофессиональному Хирургу Который Исключит Риск Подобных Ненужных Совершенно Фокусов И Сложных Тяжки Большой груди Сделать Эффект Имплантов Сформировать Такую Форму Без Малейшего Провисания Теоретически Можно Но Без Имплантов При Определенной Структуре Молочных Желез Не удается Достичь Того Результата Который Бывас Устроил Потому Что Хочется Всегда Наполненные Зону Декольте Получить Без Имплантов Это Практически Невозможно Потому Что Желестая Ткань Она Ж Не Жесткая Структура Это Желез 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 Масса Масса Которая Находится В определенном Мешочке Ну и Разумеется Она Не Способна Находиться В Относительное Горизонто В Перпендикулярном Положении Скажем Она Всегда Провисает Под действием Сил Гравитации Если Поставить Импланты До Рождения Детей После Нужно Либо Повторное Вмешать Тоже Очень Индивидуально Если Изначально Ткани Железы Достаточно Много Железистой Ткани И Она В дальнейшем Будет Во время Повторной Беременности Увеличится И Растянет Вновь Кожу То Тогда Есть Смысл Сделать Небольшую Коррекцию Но Если Ткани Совсем Немного Железистой И При повторной Беременности Увеличение Которое Железы Будет При сокращении После лактации Не изменит Кожный Мешок Скажем так Не увеличится То тогда Можно Не трогать Абсолютно И Нет Необходимости В коррекции А коррекция Вот В первом Случа Она Нужна Только В порядке Устранить Избытки Кожи И не Более Более И даже Есть Участки Где Есть Риск Что Она Полностью Может И не Вернуться То есть Сохраняется Некая Притупленность Или Некая К сожалению К сожалению Этим Вещами Очень Трудно Управлять Потому Что Это Рост Поверхностных Чувствительных Нервных Окончаний Волокон Которые Полностью Зависит От Физиологии Понятно Что От Обширности Травмы Но При Абдоминопластике Когда Перед Нами Стоит Задача Устранить Убрать Определенное Разрезом Как Найти Контакт Страничку Регины Александровны В Инстаграме Если Правильно Помню Доктор Пахомова Да Доктор Нижнее Подчеркивание Пахомова Возвращается Личувствительность Цосков После Подтяжки В 90% Случаев Я Поражаюсь Вашей Грамотной Речи Бальзам Для Моих Ушей Спасибо Спасибо Мне муж сказал Сделаем сначала Одну грудь Если понравится То и вторую И как мне быть А мы всегда так делаем Кстати Когда первые На консультацию Приходят мужья То есть Мы не договариваемся Ну что делать Если он оказывает Спонсорскую помощь Придется идти на поводу Мне кажется Добрый день С момента Обдоминопластике Незначительно В виде Валика Выпячивания На трубцовой тканью Изначально Было полное Натяжение Худеть Стабильный Вес 55 кг Повторная Коррекция Нужен Осмотр Все-таки Чтобы принять Правильное решение Нужен Осмотр Сколько по времени Длится эта операция Около Двух с половиной Часов Обычно Какие импланты Какой фирмы Вы используете Для реконструкции Чаще мотива Иногда ментор Иногда политех Если грудь растет Из подмышки А не прямо При подтяжке Можно сформировать Ее иным образом Например Прямо Очень уж мешают Скорее всего Это связано С деформацией Грудной клетки То есть Со строением Грудной клетки Ребер Это не связано С самой молочной Железой Она не может Расти Из подмышки За счет Высокого Реберно-грудинного Угла Ощущение Что они в разные Стороны И больше уходят Подмышечные ямки В этом случае Есть необходимость Конечно же Уменьшить Собственные ткани Для того Чтобы она не стекала В подмышечные ямки И устанавливать Имплант Фиксировать подмышцы Чтобы она Более-менее Была фиксирована В определенном положении И не уходила Латеральная То есть В разные стороны Когда у доктора Крапетяна Прямой эфир У меня Настрой повышается Хорошо Будут проблемы С настроем Пишите Будем проводить Прямой эфир Здравствуйте Какая операция Обдоминопластика Операция Обдоминопластика С устранением Околопопочной Грыжи Диастаза С небольшой Липосакцией Боковых поверхностей Живота Ваша рекомендация Вставить импланты Все-таки Родив детей Своя грудь Небольшая Однозначно Если Всегда встает выбор Родить детей И сделать что-нибудь Еще Надо родить детей Выбор Всегда в сторону Родить детей А если даже Выбор стоит Делать что-нибудь Еще Просто То все равно Лучше родить детей Опять же Ну и в третий раз Тоже Если задумаете Что-нибудь Жизни сделать Опять же Лучше родить детей А потом уже думать Про мамопластику Добрый день Почему спустя Четыре месяца Грудь опустилась Неравномерно Одна больше На разных уровнях Не знаю Нужен осмотр Надо понять причины То есть если это После мамопластики С имплантами Надо понять Как и где Какие импланты стоят Что было изначально Какая асимметрия Какая тяжесть Одной и другой Молочных желез Каково состояние мышц Большой грудной Которые удерживают Имплантанты Порой в разных На разных уровнях То есть факторов На это влияющих много Поэтому нужен осмотр Чтобы понять Либо ожидание дальше Либо все-таки Нужен какой-нибудь Корректирующий действий Ведь никто Не исключает Никогда коррекцию Будет ли у вас Еще бесплатный Личный прием В клинике Конечно Я сейчас Приемы личные Провожу бесплатно Здравствуйте доктор После абдоминопластики Через какое время Разрешено рожать Через полгода Желательно беременеть Не рожать Как быстро Заживают швы Внутри кармана И груди Можно ли не переживать О том Что там что-то Разойдется Так как имеются Неприятные ощущения При зарядке для рук Особенно при разведении В домах Если вы исключали Если вы исключали Спортивные нагрузки В течение месяца То дальше можно не переживать Там уже все нормально Доктор Здравствуйте Была у Крата АВ Спасибо огромное Спасибо Молодцы Расскажите пожалуйста Для чего сшивают мышцы При абдоминопластике Какой это дает эффект Устраняется диастаз Прямые мышцы живота В норме должны находиться Достаточно близко друг к другу И не только близко просто находиться А еще соединяющая полоска Которая называется белой линией живота Или апоневроз прямых мышц живота Он должен быть достаточно прочным То есть очень плотным Для того чтобы мышцы Когда сокращаются Напрягаются Прямые мышцы живота Боковые, наружные Внутренние косы Чтобы Правильно работал брюшной пресс Это оказывает Определенный физиологический эффект Для работы внутренних органов И в принципе для Того чтобы формировать Правильную осанку Исключить проблемы В поясничном отделе позвоночника Связанные с Обострением хондроза Мышечных болей и так далее То есть мышцы Брюшного пресса Играют важнейшую роль В общей физиологии Человек Поэтому Когда после родов Происходит изменение В виде растяжения Этого апоневроза Белой линии живота И в некоторых При некоторых обстоятельствах Этот апоневроз Не восстанавливается Не возвращается В должное положение Не укрепляется Тогда к сожалению Требуется и хирургическое вмешательство Выполняется чаще Абдоминопластика Ну чтобы дополнительно Убрать еще избыточную кожу Если нет избыточной кожи Можно просто доступом Аккуратно через пуп Зайти и устранить Диастаз То есть ушить мышцы Как вам записываются на прием Или живая очередь В определенные даты Конечно записываются И чаще я принимаю По живой очереди Проблемы особо не возникают Можно заочно проконсультироваться Отправив фотографию Вопросы мне на ватсап Я уже отвечу Что там При реконструкции Как часто бывает Постановка имплантов Разных объемов С чем это связано И через сколько месяцев После лучей Уже можно делать операцию После лучей Желательно Хотя бы полгода Выждать Разный объем имплантов Связан конечно Исключительно с тем Чтобы достичь Симметрии Потому что С одной стороны Железы нет А с другой Она есть Если используются импланты И там и там То с одной стороны Где есть железа Он должен быть меньше Соответственно имплант Там где Нет железы Мастектомия Должен быть большой Объем имплант Чтобы компенсировать Объем железы С противоположной стороны Плюс имплант Сколько стоит такая операция Хочу убрать жир на животе Такая операция Которую я выполняю Стоит 300 тысяч Но это не операция По устранению жира на животе Добрый день Спасибо за такие эфиры Даже в отпуске Погушаю квалификацию Спасибо 420 тысяч Подтяжка груди Имплант Входит в стационар И анализы Да Абсолютно все расходы Входят в эту стоимость Вопросов нет Не хотим Чтобы вы уставали Расскажите нам Любую тему Которым вы хотели бы Поделиться с нами Приятно вас слушать Интересная формулировка Вопросов Не хотим Чтобы вы уставали Но я устаю Не от того Что разговариваю А в принципе Как у высотского Там от жизни Я устаю Шучу Лучше все-таки Задавать интересующие вопросы Потому что Еще раз повторю Их множество Сыпется мне На мессенджеры Ватсап Вайбер Фейсбук Телеграм Директ И я С учетом Дефицита времени Отвечаю На диктовую Достаточно коротко Не раскрывая тему И многим Может быть Что-то непонятно И конечно же Здесь Когда есть время Что вы уж Развернуть Ответ Можно спокойно Международный Меня Слышит Блефаропластика Делается под общим Наркозом Сколько Длится по времени И период Восстановления Насколько Это сложная Операция Влияет ли Она на зрение А так же Какова цена Круговая Блефаропластика Стоит 130 тысяч На зрение Она конечно же Не влияет Длится около Часа Час 10 Час 20 В зависимости От сложности Это безусловно Сложная операция Реабилитация Длится В целом Около Двух недель Хотя через 3-5 дней Уже Очень комфортно Пациент Остается Остается только Синячки Сколько Стоит Только Верхняя Блефаропластика Верхняя 65 тысяч Рублей От Белоногова Пропустили вопрос Повторите Пожалуйста Белоногов Вопрос Иногда бывает Что вопросы Не все видны Но мы все Зачитаем И ответим Конечно Когда ближайшая Консультация Если я правильно Помню В среду Или в четверг Вы знаете Вы Надеюсь Подписаны на меня Я в сторис Обязательно Выложи Вы скучаете По старому коллективу И как вам На новом месте Привыкли? Ну Во-первых Коллектив у меня Там не старый Очень даже молодой Вот И конечно же Скучаю Скучаю По всем Кого знаю В принципе Пока вопросов нет Отлично Мы заканчиваем Формирование Пупа Какой-то этап Я продемонстрирую Даже вам Когда сейчас Доформирую Чтоб это было Эстетично Спасибо большое За ответы Вы лучший Спасибо большое Что за операция? Операция у нас С обдоминопластика С устранением Параумбиликальной Околопопочной Грыжи С диастазом С устранением Диастаза С липосакцией Боковых поверхностей Живота Сейчас мы уже Формируем Пуп И потом Будем Закрывать Шов Правую половину Потому что Левую половину Уже завершили Покажите Немного Страстей То есть Посмотреть в камеру Сейчас Скажите Доктор Одновременно Обдоминопластика И увеличение Груди Это сложно Для организма Лучше С перерывом И сколько Стоит Если вместе Все достаточно Индивидуально Это часто Выполняется Вместе Я выполняю Чаще вместе Потому что Один наркоз Одна реабилитация Как-то все это Проще В некотором смысле Переносится Стоимость Вместе Такая же Практически Как В отдельности Каждая из операций Это зависит От объема От липосакции От подтяжек Много факторов На это влияющих Поэтому нужно Посмотреть Можно фотографию Отправить И тогда Это точно Стоимость На завод Вопросов нет Отлично Тогда Сейчас Мы можем Что-то Продемонстрировать Сформированный Пуп Пожалуйста Если оттуда Что-то видно Здесь уже Сформирована Кожаная рана Видите Складки Есть Которые обычно Пугают пациентов Это внутренние швы Они рассасываются Это все расправляется Сформирована Натянутая талия Несмотря на отек От липосакции И пуп Который уже тоже Сформирован Он собран Внутренним швом Наружных швов Никаких нет Ни здесь Ни внизу Они все будут Рассасываться И постепенно Выравниваться Вопросов нет Все Все удовлетворены Это хорошо Что все удовлетворены Сколько человек у нас осталось Которые не хотят проводить уикенд Более радостно 54 человека Ну вот Вот и вопросы А телефон обрабатывается Которым вы снимаете? Это не телефон Это специальное оборудование Медицинское Которое автоклавируется Разумеется И после этого Только заносится В операционную Здравствуйте Можно ли жить с диастазом? Да можно С ним тоже можно Мы с такими вещами В жизни Уживаемся Что с этим Бедным диастазом Запросто Но единственное Зависит от степени Конечно Выраженности Диастаза Если Передняя брючная стенка Буквально В проляпсе Выпадает вперед Органы брючной полости То рано или поздно Это приведет К множеству проблем Работы желудочно-кишечного тракта Боли в спине И обязательно Если нет грыж Пупочных Белой линии Околопопочных Во всех случаях Можно Диастаз первой Второй степени Можно попробовать Правильными Аккуратно Физическими нагрузками Укреплять мышцы Но опять же При условии Что нет Грыж И нет Выраженного диастаза При котором Невозможно Вернуть обратно Сократительную способность Мышц И укрепление Апоневроза Нужен ли массаж После абдоминопластика И когда Нужен Он тоже нужен Но чаще он нужен Если одновременно Выполняется Липосакция Через три недели Примерно Ручной массаж Если просто Апдоминопластика Без липосакции То конечно Никакой массаж Здесь не нужен Разве что Только внизу В области рубца Примерно через месяц И то самостоятельно Я обычно Это демонстрирую Пациентам Как это выполнить Но таких острых показаний Нет Это все направлено На то Чтобы ускорить Какие то Дискомфортные моменты Связанные с натяжением Подкожных структур С натяжением Внутренних швов Рассасыванием Этих внутренних швов И так далее Пропустили мой вопрос Повторите пожалуйста А в инстаграм Вы через какое Оборудование Вы ходите? Специальное Оборудование Которое Производят Для нас То есть Инстаграм Смотря где Вот из операционной Если мы говорим Есть специальная Медицинская техника Позволяющая Коммуницировать С различными Сетями В том числе И социальными Сетями Можно ли заниматься Йогой После обдоминопластики И когда? Йогой можно заниматься Примерно через Полтора месяца Но при этом При устранении Попочной грыжи Диастаза Нельзя Перенапрягать Мышцы переднего Выборочного Пресса То есть Нельзя Скажем так Качать Пресс Это можно Будет делать Спустя 3-4 месяца После Обдоминопластики Чем пахнет Этот дым Ничем Это вода Это не дым Испарение воды Пока вопросы Закончились С нами 50 человек Вопросы закончились И с нами 50 человек Все просто смотрят Как работают другие Цель конечно же Нашего прямого эфира Это Уделить время вам Чтобы я мог Дать ответы На все Беспокоящие вас Вопросы Особенно В тех случаях Когда прямой эфир Не подразумевает Демонстрацию Каких-то сцен Особенно кровавых Я думаю Что многим Скучно Просто смотреть Многим тем Которые Ради праздного любопытства Конечно Это делает Не с целью Той Чтобы узнать больше И задать свой интересующий вопрос И услышать развернутый ответ Ноль И дренаж А абдоминопластика Делается без Липосакции боков Если Липосакция отдельно делается Сколько будет вместе Это стоить Вот в данном случае Если липосакция боков Небольшой объем Вместе с абдоминопластикой 300 тысяч рублей А насчет С липосакции Или без Это Каждый случай Он достаточно индивидуальный В зависимости от того Как Какая задача стоит И как с ней нужно справиться Поэтому это обсуждается Все с пациентом Можно ли делать Липосакцию боков Без липосакции живота Не будет ли резких переходов Можно делать Резких переходов не будет Если правильно это выполнить Можно ли рожать После абдоминопластики Я считаю Что нужно это делать Ну хотя бы спустя год То есть беременность Спустя полгода Пока вопросов нет Красота Механизм использования дренажей Как раз Кстати говоря То есть абдоминопластика Это как раз та операция При которой Я использую дренирование На сутки Максимум двое Небольшая трубочка Устанавливается Ниже пупа В области Где Отслойка лоскута Произведена С целью устранения Избыточного скопления Может быть Отделяемого Это используется В тех случаях Чаще когда Выполнена липосакция Потому что Липосакция сама по себе Подразумевает Травматизацию Достаточно большой площади Жировой ткани И это требует Конечно В дальнейшем То что Убирается Электроотсосом Во время Липосакции Это одно Но есть часть Травмированной ткани Которая Распадается И спустя Какое-то время Сутки Двое Есть необходимость Вывести Поэтому Используется Дренаж Небольшой шок Над пупком Является Противопоказанием К обдовинопластике Нет конечно Извините пожалуйста Все зависло Не услышала Ответ на вопрос Можно ли жить С диастазом Можно Можно жить Если нет Грыжи И диастаз Не 3 4 степени Привет из Красноярска Доктор Вы наш кумир Мы скучаем Здравствуйте Спасибо Я тоже скучаю Через какое время Можно выременить После увеличения груди Через полгода Рекомендую Обычно Рекомендую Через полгода Не раньше Хотя у меня Конечно В практике Есть случай Когда Звонят буквально Через 3 недели 4 недели С вопросом О том Что делать Случилось Я обычно говорю Ничего не делать Продолжаем Дальше жить А дальше Время покажет Если будут Какие-то изменения В будущем Мы избавимся От этой ситуации Откорректируем При необходимости Настолько Насколько нужно Скажите После кесарева Висит живот Можно что-нибудь Сделать С этим Ну Конечно Можно Можно Прооперировать Можно устранить Надо понять Причину Почему Висит Животик И уже Дальше Решать О методах Устранения То есть После абдоминопластики После животика Спартук Будет плоским Да Конечно Разумеется Вас поддерживает Оперблок Спасибо Оперблок Я вас тоже Поддерживаю Вопросов нет Угу Ши Ноль Тройку Совсем нет Вопросов Все Заскучали Смотрит Нас 52 Человека Как Смотрится Какая География У 52 Человек Чтобы Понять Кто Уже Должен Спать В это Время А кто Должен Вставать Смотрится Отлично Смотрится Отлично Спасибо Спасибо Если Хирург Отказывается Делать Только Липосакцию Боков И рекомендует Делать Липосакцию Вкруг Думаете Лучше Отказаться От этого Хирурга Не знаю Выбирать Вам Нужно Прежде всего Послушать Все Аргументы Доктора В дальнейшем Уже Принимать Решение Если У вас Аргументы Устраивают По крайней Мере По Результат Который Вы Можете Получить Если Прогнозы Вас Вполне Удовлетворяют То Есть Смысл Согласиться Если У вас Есть Какие-то Подозрения Что Что-то Не Так И Доктор Не Отвечает На Все Те Вопросы Которые С вами Красноярск Чебоксары Воронеж Умск Краснодар Ростов-на-Дону Братск Энгельс Белгород Супер Спасибо В общем Вся география Как обычно Доминопластика С устранением Грыжи И Диастаза Уже Завершаем Практически Когда Вы В Красноярск Замечательно Смотритесь Как всегда На высоте Спасибо Пока Еще Не знаю Когда Я В Красноярск Пладу Очень плотный График Обязательно Поставлю В известность Как только Спланирую Ноль Обязательно Используется Имплант Нет Не обязательно Обычно Я демонстрирую Как это будет С имплантом И без импланта И Пациент Сам делает Выбор Что лучше Ему С имплантом Или без Посмотрят В Москве Риме И Бурятии Это все Один подписчик Написал Хорошо Спасибо За какое время До операции Приехать в клинику Анализы у вас В клинике Или привозить Результаты с собой Можно приехать За день Если у вас нет Результатов Обследования С собой Многие пациенты По месту жительства Обследуются Уже в день операции Приезжают С этими результатами Если вы хотите Обследоваться у нас Мы это проводим Без проблем Но нужно тогда Приехать за день До предполагаемой Операции Даты операции Мы тогда Полностью вас Обследуем И на следующий день Уже Состоится операция С вами Ижевск Мы у вас Дочкой были Мы за вами Всегда наблюдаем Я вас Прекрасно помню Особенно то Как вы добирались До аэропорта И перепугали всех Летят сердечки Машут ногами Нет Нет, не надо Сколько стоит Обследование У нас Это входит Стоимость операции Вас приятно Слушать И наблюдать Спасибо большое Сколько стоит Подтяжка И увеличение Подтяжка Если Ареолярная 380 Ареолярная Вертикальная 400 Если Конечно Нет Тубулярности Достаточно Стандартные Случаи Называю При якорной 420 При гигантомастиях С имплантами Или капсулярной С якорной 450 тысяч 30 Сколько у вас стоит Первичное Увеличение Груди Имплантами Мотива Эргономикс Вместе с Анестезией Бельем Стационаром И всеми Расходами Если Без Подтяжки 350 Тысяч Рублей С учетом Всех Расходов Маленький Пинцет Ужас Я сейчас Вспомнила И покраснела Даже От страха Опять Семьдесят Человек С нами Все Молчат Все Молчат И Наблюдают По крайней Мере Примерно Есть Понимание Как У нас Проходит Жизнь В операционной Когда Мы Заходим Утром И выходим Вечером Передаем Привет Из Волгограда Клиника Барикоза Нет Спасибо Клиника Барикоза Нет Достаточно Эксклюзивный Вариант Это Возможность Отрекламироваться В прямом Эфире Делаете Ли операции По квоте Да Конечно Реконструкция Молочных Желез Нашей клинике Выполняется Если Это Из ткани Передней Брюшной Стенки Или Широчайшей Мышцы Спины Мы Можем Делать Это По Квоте То есть Средств ОМС Пределяется Определенное Финансирование Для выполнения Этих операций С нетерпением Жду результатов Конкурса Очень хочется Победить И ко дню рождения Стать Самой Счастливой Даже не знаю Пожелаю вам Только Удачи Сейчас Сейчас я Накладываю Множество Внутренних Швов Процесс Вообще Пластической Хирургии Он длителен Тем Что Накладывается Огромное Количество Швов Которые Не видит Пациент Разумеется Но Которые Позволяют Привести В ткани В должное Положение И ускорить Заживление Регенерацию И так далее И так далее Снаружи Конечно Никаких Швов Не видно Но Весь Процесс Проходит Внутри Доктор А сколько Будет Стоить Вместе Сделать Ноги И увеличение Груди Увеличение Груди 350 тысяч Рублей Если Не нужна Подтяжка Если Речь Это Круропластики То есть Ноги Я полагаю Вы подразумеваете Импланты Голени Около 200 тысяч Рублей С учетом Имплантов Так же Всех Расходов Я тоже Очень хочу Выиграть А то Это Грудное Вскармливание Грудь Искортера Хорошо Если хотите Значит Надо Участвовать Я Одной Ногой У вас Считаю Дни Еще Пару Месяцев Хорошо Договорились Будем Ждать вас И надеяться Что все У нас Сложится Благополучно По нашим Планам Благодаря За ответы Спасибо большое Как хорошо Что доктор Переехал В наш Прекрасный Город Пусть Жить Здесь Будет Комфортно Пусть Работа В удовольствие Пусть На улицах Питера Будет Больше Красивых И Уверенных Женщин Спасибо Большое За пожелание Будем Реализовывать Вместе Какое Время Операция Вмешательства Если Речь Это Длительность Вмешательства Около Двух С половиной Часов Опять Же Операции Все Бывают Достаточно Разные Трудности Сложности Разные Проблемы Грыжи Дефекты Липосакции Но В среднем От Полутора До Четырех Порой Часов Это Может Быть Операция Я После Резекции Похудела Похудела На 50 Кг Кожа Повисла На Руках Ногах Животе Боках Сколько Будет Стоить И Как Правильно Называется Такая Комплексная Операция Комплексная Она Полностью Не Выполняется Потому Что Очень Высокий Риск Осложнений В Комплекс Одновременно Руки Живот Допустим Совместно То есть Абдоминопластика В пределах 300 тысяч Липосакция Она будет Около 200 тысяч Рублей Стоить И так Далее И то же самое По нижним Конечностям Нужно будет Внимательно Посмотреть Какой Объем Вмешательств Иссечения Пластика С Липосакцией Без То есть Нюансов Очень много Поэтому Это требует Более тщательного Подхода Достаточно Либо Приехать На консультацию Либо заочно Обратиться По тому же Ватсап С фотографией С вопросами И я уже Отвечу И нацелив У вас На определенные Конкретные Данные Доктор Вы собираетесь В Красноярск Постоянно Собираюсь Спасибо 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 Мне поставили Неправильный Диагноз Злокачественное Новообразование Была Радикальная Мастоктомия В Питере В НИИ Это вопрос Прервался Угу Неправильного Имеется Ввиду Гипердиагностика Видимо Была Здравствуйте Сколько Стоит Липосакция Боков И живота Сколько Длится Период Реабилитации Нужно Ли Компрессионное Белье Липосакция Боков И живота Длится Около От часа До двух Опять же Зависит От объема Компрессионное Белье Обычно Входит У нас Стоимость Операции А стоимость В пределах 200 тысяч Рублей Плюс Минус Опять же И вновь Зависит От объема Вмешательства А нам Грустно Что Доктор Уехал Из Красноярска Тогда Приезжайте Сюда Будем Веселиться Чтобы не Было Грустно Поражаюсь Вашему Терпению Браво Подскажите Пожалуйста Можно ли Примеостении Делать Блефаропластика Нет ли Противопоказаний Это Противопоказания Относительные Нужен Будет Точный Осмотр Понять Степень И Генез Миниостении Поконсультироваться С Анестезиологами Возможно Что Будет Смысл Выполнить Эту Операцию Тройку Подместной Анестезией Но Опять же Это требует Очной Консультации И решения Вопрос У вас Есть Тройка 30 Нужны Для Компрессионной Чулки Примамопластики Если Есть Свои Пожалуйста Можно Их Использовать При Необходимости Мы Используем Тугое Бинтование Эластическими Бинтами Скажите Сколько Длится Операция По Подтяжке И Уменьшению Груди Без Инфланта Около Двух Часов Вопросы Закончились Отлично Мы Минут Через Пятнадцать Наверное Десять Уже Тоже Завершим Операцию Сможем Продемонстрировать Достаточно Ран Нич Не Очень Эстетический Для Широкой Публики Результат Потому Что Есть Отеки Деформации Сведение Краев Кожи Гофрированность Кожи Это все Вещи Которые Проходят Со Временем Но Могут Пугать Неподготовленную Публику На Ранних Этапах Этапах Эфира Просят Показать Зону Операции Давайте Покажем Зону Операции Если Необходимость Будет Подключиться Вновь Мы Сможем Подключиться Пожалуйста Это зона Операции Осталось Тут Наружный Шов Только Наложить Здесь Уже Все Закрыто Видите Деформация Которые Постоянно Показываю Это все Уйдет Со Временем И Попы У нас Сформированы Вот Таким Образом Напишите Пожалуйста Есть ли Смысл Подключиться Вновь Для того Чтобы Ответить На Оставшиеся Вопросы Или На этом Мы С вами Прощаемся Мы Достаточно На мой Взгляд Хорошо Пообщались И Можно До Следующего Эфира Попрощаться Это чувство Когда ты любишь Смотреть Операцию Больше Чем Гулять В субботний Вечер Скажите Доктор Раньше 9 лет Отопластику Ребенку Делать Нельзя Одно Уфе Сильно Отличается От Другого Смотрится Не очень Да Лучше В 9 лет Все Таки Не раньше Благодаря От Вас Есть Смысл Подключиться Хорошо Сейчас Тогда Переподключимся Все Зарешаю